Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Таня, для тех кто не знает, и да, у меня наконец-то новый фон. Ссылочку на него я обязательно вам оставлю в инфобоксе, как и на продукты, которые найду, показанные в сегодняшнем видео. И сегодня будут видео уходовой косметики, и будет один парфюм, и его я, наверное, покажу вам в конце. И давайте уже приступим. Первое, что я хочу показать, это вот такой крем для депиляции от Эвелин Косметик. Если честно, крем для депиляции я не пользовалась во сколько лет со времен школы, и у меня ассоциируется этот крем именно со школьными годами. Когда я приезжала в отпуск бабушки, я покупала постоянно какой-нибудь дешевый крем для депиляции на лето, и была им довольна, в принципе. В общем, это крем от Эвелин Косметик для всех типов кожи, для депиляции, но именно гиалуроновая кислота. На 81% замедляет рост волос, а волосы более тонкие и слабые. Три минуты депиляции. Здесь, как и в любом креме, я думаю, идет сам крем. 125, кстати, объема. И идет вот такая лопаточка, которой нужно и наносить крем, и убирать потом крем. И знаете, что я его протестировала? Давайте поговорим о минусах. Он у меня один-единственный. Это запах такой дешевый. Запах, в принципе, у всех кремов для депиляции, включая вид, по-моему, один и тот же запах. Поэтому, в принципе, вот запах это единственный минус. Большая упаковка это плюс. Плюс в том, что действительно волосы растут медленнее, действительно убирают волосы. Для некоторых волосков я держала 5 минут, то есть не все за 3 минуты у меня удалились. Использовала на верхнюю часть бедра для пробы несколько раз. Мне он понравился. И действительно, на лето это очень быстрый, эффективный метод. Вообще, я удаляю волосы при помощи эпилятора. Но вот это средство тоже могу рекомендовать. Следующее, что я купила и уже использовала, это вот такую краску. Я стала опять жертвой рекламы. Это новая краска от Schwarkscope. И это новая технология. Краска называется Color Expert. Технология Megaplex. Это профессиональная технология против повреждения волос. И вообще она доступна в салонах. Но вот производитель от Schwarkscope придумал такую недорогую краску. Сделать такую технологию. И в чем заключается суть, что после окрашивания волос ваши волосы якобы не повреждаются и не травмируются. Здесь содержится капсула с маслом или с каким-то эликсиром, который вы добавляете в краску. Также здесь содержится кондиционер после окрашивания волос. Он потрясающий. Он суперский. И кондиционер, который нужно использовать через 3 недели. В скором времени я буду его использовать. Надеюсь, что он такой же крутой. Краска стоит в районе 390-400 рублей. Что в принципе, как и все краски. Но, девчонки, у меня в оттеночке 9.1 холодный блонд. Я не хотела получить такой цвет. Но хотела, чтобы хоть как-то немножко волосы немного осветлились. Потому что здесь с темного можно перейти на желтый сразу, как заявляет производитель. Но главный минус этой краски в том, что ни один волосок не окрасился на моей голове. Вообще ничего она не окрасила. Но, что я заметила, что действительно, как и здесь и написано, ощутимая разница. Волосы вообще не повредились. Я этого не заметила, по крайней мере. Что действительно волосы очень хорошие, очень напитанные после этой краски. Хорошо лежат, хорошо себя ведут. Поэтому могу, в принципе, я не знаю, 50 на 50. Если вы хотите просто уход, то, в принципе, да. А если окрашиваем, то я бы не советовала эту краску. Так что не буду долго на ней зацикливаться. Следующее, что у меня появилось новенькое. Это вот такой бальзамчик. Я сохранила даже упаковочку. Это бальзам. Алоэ Меркл Бальзам. Purple Tree. То есть это бальзам Мэйди Великобритания. В общем, он и произведен в Великобритании. Я думаю, многие видели такие бальзамчики. Это бальзам универсальный. Он подойдет и для губ, и для тела, и для рук. Я использую и на губы, и на руки. У меня с алоэ. И будет он очень круто после солнечных ванн принимать. Или если у вас есть ожоги. Крутой бальзам. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Прозрачная, бледно-зеленая, светло-зеленая консистенция. Он очень питательный, очень увлажненный. Дает потрясающее увлажнение. И вот смотрите, как он блестит. Классный вообще. Мне очень нравится. Здесь 25 мл. Я им достаточно уже пользуюсь. И видите, его еще все много. Поэтому у меня сейчас все крема для рук закончились. Я его интенсивно на руки. Именно на ночь использую. Так, следующее средство. Кстати, это средство мне заказывала и на сайте фармакосметик. И второе средство там же. Это новый сухой шампунь. До этого я пробовала от Сифора и от Батист. У меня было несколько. И вот решила попробовать сухой шампунь от марки Colabry Shampoon Paradis. Серия Paradis. То есть у них там много всяких разных, каких-либо сухих шампуней. И он ничуть не уступает сухим шампуням от Батист. Мне кажется, вообще прям наравне, если даже не лучше. Смотрите, во-первых, одна упаковка. Чего только стоит. Какая она милая, красивая. Вообще просто потрясающая. С вот этими птичками прекрасными. Вот. Что еще здесь производитель нам говорит? С воздушным ароматом тропических фруктов, сладкого кокоса. Прекрасный подход для использования между регулярным мытьем головы. Я его использовала. Запах действительно потрясающий. Но я не чувствую, наверное, кокоса. Я чувствую такой мультифрукт, наверное. Мультифрукт. И мне запахи очень важны для меня в продуктах ухода. Вообще в продуктах любых. Поэтому я могу рекомендовать. Здесь 200 мл. В районе 600 рублей он стоит. Следующие это две масочки. У меня такие от Evelyn Cosmetic. У них есть для разных типов кожи. Да. Для сухой чувствительности. Но я по ошибке схватила для жирной кожи. Потом только посмотрела. Поэтому кому-нибудь их подарю. Для нормальной комбинированной жирной кожи. Вот так выглядит эта маска. Думаю, ее хватит на два раза точно. С зеленой глиной. Глубоко очищающая. Экспресс эффект. Здесь мотирует, сужает поры. Снимает признаки усталости. И придает коже эластичность. Я вообще уходовые продукты от Evelyn совсем недавно начала пробовать. Мне они нравятся. Я думаю, масочки тоже не исключение. И, хотела сказать последний, но вспомнила, что у меня на последний оставлен парфюм. Поэтому предпоследний хит просто Ютуба, Инстаграма, что взорвало наш мозг. Это инновация. Это вот такая чудо-салфетка. Вот такая коробочка от нее. Makeup Eroser, если я правильно произношу. Eroser, да. Это салфетка для снятия макияжа без помощи каких-либо умывалок. То есть, вот выглядит салфетка. Я делала в Инстаграме на нее отдельный пост с видео. Вы можете посмотреть там. Ссылка на Инстаграм будет, как обычно, в описании. Вот так выглядит салфетка. То есть, она не маленькая. Она вот до локтя. У меня даже больше, даже длиннее. Смотрите, вот так просто. Очень длинная салфеточка. Что нужно? Ее нужно намочить водой. Она из микрофибры намочить водой. И просто хорошо протереть свое лицо. Я, если честно, не верила, пока не проверила. И она реально снимает макияж. У меня была и тушь, и подводка, и тени, и пудра. В общем, все. Я проводила тест-драйв в тот день. У меня было полностью все. И макияж губ, и макияж глаз. И она все сняла на ура. Как заявляет производитель, что нужно ее сначала постирать, затем умыться, потом еще раз стирать. И можно стирать в машинке. Я ее стирала. Вообще, я ее обычно стираю просто водичкой, либо каким-нибудь средством моющимся, да? Ну, для умывания лица. И сушу ее на батарее или на сушилке. Вот. Но недавно я постирала на машинке при 40 градусов, как положено все. И полиэстер, кстати, стопроцентный полиэстер. И она отстиралась хорошо, в принципе, как и на руках. И последний хит, хит-гвоздь программы – это новый парфюм. И вот, наконец-то, тот самый парфюм, о котором я вам говорила. Это новинка от Mary Kay, который называется «Ear So Cut». Смотрите, как он выглядит. Давайте сначала посмотрим на упаковку. Это потрясающий милый бантик. Вообще, даже вот не видно, где он как открывается. Достаточно такая тугая упаковка. Увесистая, тяжелая. Вот так он открывается. Здесь, кстати, небольшой объем. Сейчас мы посмотрим. Сколько здесь же? А, 30 мл, кстати. Никогда бы не подумал, что тут 30 мл местится. Мне очень нравится эта упаковка. Вообще, Mary Kay молодцы. Они каждому сезону выпускают новый парфюм. У меня практически все есть последние ароматы. Но вот этот меня просто покорил и ароматом, и упаковкой. Я очень люблю сладкие фруктовые ароматы. Для тех, кто не знает. Поэтому этот я не могла пройти мимо стороной и обойти. Очень мне он уж понравился. Верхние ноты здесь. Это итальянский бергамот, нироли, сочная груша. Грушу я вообще обожаю просто в парфюме. Ноты сердца. А также еще в верхних нотах лепестки миндаляза, забыла сказать. Ноты сердца. Это розовый пион, маргаритка. Базовые ноты. Это зефирный мускус, кедр и сандал. Мне кажется, сладость здесь придает как раз такие миндали и груша. Но есть немножко терпкость за счет вот бергамота, наверное, нироли. Бергамот мне тоже нравится в парфюме. Он сглаживает, скажем так, вот эту сладость, чтобы не было сильно притерно. Мне очень нравится этот парфюм. Он летний. Он абсолютно летний. Мне кажется, ну ранней весной, вот как сейчас, да, он тоже будет хорошо. И на лето это будет мой прямо с хэв. Поэтому вот могу его советовать. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо вам за лайки, за ваши комментарии. Всех люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok